Дорогие подписчики и люди, которые просто заглянули, если есть какой-то интерес, задавайте тесты, которые вы хотели бы увидеть. Как-то пожелания, к сожалению, я не увидел ни в личке ВКонтакте, ни в комментариях к видео. Значит, в данный момент я отложил 5 телефонов версии 16 ГБ цвет черный-белый, один телефон версии 32 ГБ цвет черный. Что я сейчас сделаю? Я сейчас их включу, я залогинюсь в Google аккаунт, установлю на них программу GPS тест, после чего подпишу их, какая версия прошивки на них стоит и какая ревизия, от какого месяца телефон сделан. Возьму эти 5 телефонов для частоты эксперимента, выйду на улицу, включу их все там, засниму на видео, насколько быстро он будет ловить спутники, насколько хорошо он их будет держать. И, собственно говоря, по всем этим разным 5 телефонам будет сделан тест. Посмотрим, насколько они будут друг от друга отличаться в зависимости от версии, месяца выпуска и, возможно, различия прошивки. Пойдемте. Итак, попытка снять это видео в полевых условиях на улице, к сожалению, провалилась. Пришлось вернуться домой, положить телефоны на подоконнике. Значит, давайте по порядку. Слева направо. У нас идет 16 ГБ третий месяц 2016 года, цвет белый. 16 ГБ январь 2016 года, цвет белый. 16 ГБ марта 2016 года, цвет черный. 16 ГБ декабрь 2015 года, цвет черный. И 32 ГБ четвертый месяц 2016 года, цвет черный. Телефоны были включены. На них была установлена программа GPS-тест, после чего они были выключены. В данный момент я их все включаю. Первый включился. Значит, передача геоданных у нас включена. Мы включаем GPS-тест. Делаем на втором те же самые действия. Включаем GPS-тест. Делаем на третьем. Все абсолютно то же самое. Так, первые три уже нашли спутники. Четвертый, пятый их пока не нашел. Если вы что-то не видите, абсолютно не страшно. Здесь есть кнопка, которая покажет, в течение какого времени телефон нашел спутники. Итого. Значит, цвет белый. Третий месяц, 16 год. На данный момент видит 30 спутников. Из них используется 10. А first fixed time, да, то есть, через сколько он спозиционировал себя, да, занимает 9 секунд. Занял 9 секунд. Второй телефон, январь 16 года. В данный момент потерял спутники, опять быстренько нашел. Может, из-за того, что он выключался. First fixed time, опять же, у него достаточно быстрый, 6 секунд. Третий телефон, третий месяц, 16 года. First fixed time, 6 секунд. До этого что-то он показывал 14, по-моему, оно более свежее, то, что он заново что-ли находит. На 32 гиговом, вот, четвертого месяца, заняло целых 17 секунд. Он дольше всех находил. А вот 12 месяц, 15 года, так до сих пор и не нашел спутники. Ну, если быть точнее, он видит 21, используется 2, но он не позиционируется как таковой. Вот, беда какая-то. Беда, значит, что мы видим? 9 спутников используется, 11, 11, 2, 10. То есть, да, все остальные, кроме вот этого, ну, плюс-минус, вот сейчас 11, 11, 11, 10 используются. Видят 29, 29, 29, 8. То есть, ну, очень близкие показатели друг к другу. То есть, вот эти 4 телефона абсолютно приблизительно одинаково видят и спутники. Видимости 29, 29, 29, 28. И используются 12, 12, 9, 12. Ну, здесь вот каким-то образом отворились. 13, 11, опять 11, 11, 11, 12. Ну, там, немножко, там, один плюс-минус спутник отваливается, ну, страшного ничего. Значит, здесь у нас должна быть какая штука. Насколько я понимаю, вот эта вот надпись, это точность позиционирования. Значит, было 20, стало 16, 36, 36, 66, 20, 39, 36, 52. 20, было 26, стало 30, 46, 33, 46. Это в каких-то, там, фитах немножко поплясывает. Ну, смотрите, да, то есть, вот, если мы не будем брать в расчет вот этот телефон, уберем его в сторону, вот эти вот подвинем, возьмем камеру и наведем ее вот таким вот образом, чтобы было лучше видно. Я понажимал, чтобы вот не пропадало освещение. Ведь все достаточно одинаково, достаточно одинаково. Давайте вот так вот. В видимости 29, используется 14, в видимости 29, используется 11, видит 29, использует 10, видит 28, использует 12. То есть, вот 4 телефона, которые, да, первое 13 секунд запуска, 6 секунд, 6 секунд, 5 секунд. То есть, вот приблизительно вот таким вот образом. По непонятной причине, вот, раньше, я помню, было видно, какие спутники он ловит непосредственно. Теперь я, ну, не знаю, как вот на это дело посмотреть. Вращаем мы камеру назад. Вернули. Что-то упало, что-то сломалось. Не суть. Значит, вот единственный наш телефон, который до сих пор себя не нашел. Он не смог себя найти. Значит, это у нас 12 месяц 2015 года. Я попробую сейчас, чуть попозже, взять еще один телефон этой партии, включить, сделать тоже самый тест. Посмотреть, да, то есть, это вот вообще на партии 12 месяца или конкретно на этом телефоне. Эти спутники. 29 каждый видит, использует 14, 11, 10, 11. Да, то есть, ну, насколько это будет хорошо в вашем навигаторе, там, чем вы пользуетесь, Яндекс.Навигатором, Google, картами, либо, может быть, там, чем-то другим. Я, к сожалению, не знаю. Как это будет там, сказать не могу. Так вот, обзор сделал. Сейчас все это дело выключу и пойду искать версию от 12 месяца, чтобы добавить к этому видео. Смотрите, удивительная вещь. Ну, он взял и что-то как-то сам заработал. Да, то есть, вот у него 12 секунд после очередного включения ушло на то, чтобы спозиционировать себя. Ну, вот он поддерживает 11 спутников из 28 в видимости. То есть, даже вот этот телефон, который не хотел работать, на самом деле все видит. Вот, держит. Ну, как-то вроде поплясывает уровень ихнего приема. Не знаю, вот раньше как-то GPS-тест чуть получше выглядел. Да, то есть, сейчас мы видим, пляшет точность позиционирования. Да, там 100 с небольшим, 90 с небольшим. Ну, опять же, это я убрал от окошка. Вот я подвинул к окошку сразу, смотрите, какая ситуация. Точность стала 49. И еще один спутник добавился. То есть, нет. Что могу сказать. Подплясывает, конечно, немножко. Вопрос, как это будет отражаться в картах, в навигаторе. Но в целом везде, мое мнение, да, GPS работает. Вот. Приблизительно так. Задавайте вопросы. То есть, у меня дальше будут идти телефоны. Особенно вот версия 32 точно у меня будет ходить. Ну, я смогу повторить там похожий тест. Комментируйте. Либо напишите мне это на мою страницу ВКонтакте. Ну, попробую привести новый тест. Засим, думаю, тест. Этот тест закончен. Да, я продолжаю готовиться к большому обзору телефона. С удовольствием приму ваши пожелания, что вы хотите увидеть в новом видео. Всем всего. До скорых встреч. Не забывайте комментировать, ставить лайки, делиться видео. Ну, и подписываться на мой канал, если он вам понравился. Либо вам интересно посмотреть, чем это дело закончится.